И снова здравствуйте дорогие друзья! Всех приветствуем! Кто продолжает смотреть и кто присоединился к нашим репортажам из Киева, с чемпионата Европы По прыжкам в воду Лоу Маценберг первым выходит, потому что он открывает У нас с вами каждый раунд, вторым будет прыгать Константин Попович Ну а вместе с вами по-прежнему Глеб Гальперин и Андрей Журанков Радостно всех вас приветствуем! Да, еще раз добрый день всем! Итак, Лоу Маценберг, Константин Попович, опытный румынский спортсмен, давно выступает ветеран И сразу же Хайдар, а вот Олег Сербин Ну и коронный вид программы, 10-метровая вышка у мужчин Финал, 12 спортсменов И среди них два украинска прогуна в воду Олег Сербин и Алексей Середа Мы чуть попозже увидим Два представителя России, Руслан Серновой и Никита Шлейхер Два британца, вот первый из них Мэтью Диксон И сейчас вот Руслан Серновой, Россия Чемпион Европы среди юниоров Чемпион Европы Это опытный француз, чемпион Европы среди взрослых Позапрошлого сезона Бенджамин Офре Очень серьезный спортсмен А это Нуа Вильямс, который именно на чемпионате мира в этом году выступал И сегодня с утра 4 раунда держался в лидерах Немецкий прыгун Тимо Бартель На сегодняшний день лидер сборной команды Германии Прыжках в 10-метровой лыжке Никита Шлейхер появляется перед нами, дорогие друзья Лидер российской команды, лидер российской сборной Вторым он финишировал в предвариловке И Алексей Середа, ну полный, полный стадион здесь в Киеве Конечно, много спортсменов, много зрителей пришли поболеть Алексей Середа в этом сезоне, это просто как Юлия Лепницкая в сезоне 13-14 В олимпийском сезоне Игорь Сочи Один в один, мне кажется Лепницкая тогда была совсем, она была чуть постарше, чем Середа В этой середе это вообще 13-14 только исполнится Да, это порог для взрослых соревнований 2005 год рождения Вообще-то 14 лет, но так как у него в декабре день рождения ему пока еще только 13 Вот финалисты, 12 человек, которые должны нас порадовать прекрасным зрелищем В прыжках в 10-метровой вышке у мужчин Всегда апогей всех соревнований по прыжкам в воду Последние программы Нам показывают рефери Анна Сорокина В прошлом замечательной прыгунью в воду из Украины И резервный рефери Алексей Невангулов Они же утром тоже работали А это бригада арбитров, 7 судей Ну и наши ребята совсем еще молодые на самом деле Никита Шлейхер, ему всего 21 год Это начало, можно сказать, карьеры Даже не пик Руслану Терновому и того Меньше ему всего 18 лет Он еще в этом сезоне выступал на юниорских соревнованиях И они на пару выигрывали юниорскую Европу Что Середа, что Терновой Да, немножко в разных возрастных категориях Ну и если говорить о сложности программы То максимальное здесь у Никиты Шлейхера В сумме, да, за 6 прыжков И у британца Нуа Вильямса Он 2000 года рождения У них самая сложная по коэффициенту программы Затем идет Руслан Терновой Ну и немец Тима Бартель Британец Мэкки Диксон Алексею Середе здесь придется посложнее Так как он еще очень юный Ну а приори не может выполнять пока сложные прыжки Но он берет другим, да Он берет чистотой Идеально погашенную входовую воду Ну и тут нужно сказать, что Кто смотрел наши репортажи с чемпионата Европы С юниорского чемпионата Европы Тот, наверное, помнит, что там у юношей Нет ограничения по снаряду То есть главное по высоте, да То есть главное это вышка Там ребята были, прыгали и с 7 метров Да, и с 5 метров Но вот у Середы целиком 10-метровая программа Естественно И вот он ее представляет уже Теперь на взрослом чемпионате Европы Вслед за взрослым чемпионом мира А это Константин Попович у нас с вами Румынский прыгун в воду С интересной судьбой Подавал большую надежду В свое время был финалистом чемпионата мира В Риме 2009 года Затем как-то не пошло у него, да Он приостановил свою карьеру И вернулся, но не в прыжки в воду Всплыл, всплыл в хайдайвер Нырнул с 10 метров А всплыл там, где прыгает с 27 метров Мы его видели на Кубке мира в Китае в этом году У него очень сложная программа В прыжках с 27 метров Немножко другой вид спорта Но все же И затем он захотел поехать на Олимпийские игры В Японию в следующем году И участвовал на чемпионате мира Лицензию не завоевал Ну я думаю, что его эмоции Его впечатления от Пекинской Олимпиады Где он выступал Они настолько его потрясли Да, они по-прежнему с ним живут Поэтому он хочет, наверное, испытать то же самое Да, ну и, кстати, по поводу хайдайвера Сейчас проходит этап Кубка мира в Крыму Да, и Гарри Хант приглашал всех Приезжайте Гарри Ханта, между прочим, за это очень не любят Его в родной Великобритании Не любят за то, что он регулярно прыгает на соревнованиях в Крыму И за то, что он переехал в Париж И теперь, скорее всего, вообще в будущем будет Зато его очень любят в России Да, да Он, кстати, говорит неплохо по-русски И интервью недавно давал именно на русском языке Так, большой молодец Выучите русский язык, любит Россию Да, и Артём Сыченко В многом поспособствовал тому, что Гарри Хант начал изучать русский язык Приезжал Гарри Хант в гости к Артёму Сыченко И вот сейчас действительно ведущие хайдайверы в Крыму А господин Поповичи в Киеве Ну и первый из украинских прыгунов в воду Олег Сербин, он постарше, 2001 года рождения Ему как раз сегодня исполнилось 18 лет Поздравляем Сумеет ли он сам себе Наверное, это более важно, да, подарить Это правда Подарок, чем услышать от нас Поздравление, вот начинает Олег Сербин Блестящий прыжок, как гасит Но, Глеб, он также начинал утреннюю сессию Да, мы помним Немножко такая разорванная группировка Очень широкая Прям шире, чем нужно Это не очень красиво Но, в принципе, сбоку это не видно Только вот с этой камерой Ну что, девятки Блестящие Ажиотаж, ажиотаж, конечно, в бассейне 80 баллов ровно Хорошая сумма баллов за этот прыжок Не туда пошел, Олег Сербин Не туда пошел, да Чуть-чуть камеру даже Толкнул камеремена То бишь оператора А вот этот парень тоже выступал Да, еще один юниор Да У нас их здесь, получается, три человека Рикардо Джованни Боже, браун Здесь прыжок, правда, по сложности Не очень высокий Коэффициент всего 2,8 Два с половиной оборота назад в группировке Ну, он попал в финал Это уже большой плюс Ну, точно такой же прыжок у нас будет делать Алексей Середа, да, ведь, по-моему? Да Во втором раунде А вот, Глеб, есть такой нюанс У него группировка гуляет Он ее то берет шире То, значит, сжимает колени Потом опять их, как бы, разводит на раскрытие Не страшно? Ну, не очень технически все правильно На двух с половиной оборотов, как бы, здесь особой роли не играет Как ты возьмешь группировку А вот если делать три с половиной сальто То, ну, с такой группировкой уже сложновато Выкрутить ему три оборота Мэтью Диксон Британец Был среди лидеров Ему 19 лет Был среди лидеров в утренней сессии Потом подотстал И тоже хорошо Три с половиной оборота вперед Тот же прыжок, что и Олег Сербин Высоко заканчивает Практически на уровне семерки Очень высоко Небольшой переходик Гасит За переход ему снимут Арбитры Ну, восьмерка здесь железная, да? Да Мэтью Диксон Кстати, они с Нуа Вильямсом в синхроне вместе выступают Но, конечно же, первая пара Великобритании Это, естественно, Том Дейли С Даниэлом Гудфиллу И, между прочим, на играх Содружества Вот пара как раз Диксон-Вильямс проигрывали Тому Дейли Руслан Терновой Три с половиной оборота вперед Блестяще Справляется с первым прыжком Небольшой уголок на входе в воду Дотянул он в таз До идеальной вертикали До струны С утра чуть получше сделал Но и здесь вход Руслан Терновой, кстати, тоже обладает потрясающим входом в воду Он, кстати, чемпион России 2016 года Когда он был совсем еще маленький Ему было 14 лет То есть, в принципе Это такой же талант, как и Алексей Середа Просто конкуренция сборной команды России Она не такая, как в Украине В Украине просто нет лишних И просто он подрос Подрос, но сегодня он не очень сильная программа Да Я имею в виду, что, конечно, для публики Вот это сопоставление 13-летнего мальчугана И таких потрясающих прыжков Оно, конечно, более зрелищное И более завораживающее Глеб, почему он постоянно это делает? Ну, он не очень стабилен Нет, вот это разведение ног при раскрытии Вот это что это такое? Не очень понял, где Нет, все нормально Вот! А, здесь нет, мне показалось Просто нога на ногу Да, нога на ногу Возраст и совсем, да, еще лицо ребенка Да, что так Ну, это смотрится Да, конечно Интересно, да 14 лет было Терновому, когда он выиграл шпионат России Но вообще, по идее, первым номером должен был ехать на Олимпийские игры в Риво-Джанейро Это бы тоже был фурор Да, я согласен, да Ну, поехали другие спортсмены Тоже была достаточно слабенькая программа Такая же, как и у Алексея Селеды сейчас Два с половиной оборота назад из передней стойки Но конкуренция в России, все-таки, немножко другая Да, конечно И на вышке у нас в последние годы есть лидер Виктор Минебаев, да И к нему присоединился еще Александр Бондарик, когда принял российское гражданство Так, ну а Вильямс? Ну, сейчас очень сильная вышка Суть в последнем чемпионате России Тот же Бондарик занял только четвертое место на отборочных соревнованиях Минебаев пятый Да, но при этом все-таки Бондарик показал, что он номер один Ну, конечно На чемпионате мира Ну, он приехал в сборную команды России уже заслуженным мастером спорта Бронзовым призером чемпионата мира То есть состоявшимся на самом деле Призером чемпионата Европы, да Титулованным спортсменом, очень мастеровитым И к этому привели тоже очень заслуженные люди, кстати О них, если ты не против, можно сказать Да, кто его готовил в Украине Это Ольга Серебряк в Луганске Он сам парень из Луганска Ольга Серебряк Это его первый тренер, который, собственно Вела его, да? Да, вела Акробат Андрей Шередега Тоже занимался очень долго с Сашей Бондаром А затем его тренировал Андрей Яхвилев Которого, к сожалению, уже нету Но, кстати, те лица, которые сделали из него красного прыгуна Сейчас его в России тренирует Ольга Леонова Кстати, тоже в прошлом очень хорошая спортсменка Призерка чемпионатов Европы Из Украины Да, и самый интересный момент Что она тоже работала в Луганском бассейне Где Бондарь тренировался Просто не была его личным тренером Да, ну и затем уже в сборную Украины Его вели Тамара Токмачева Помогала Ольга Леонова Это Тима Бартель сбегал за своей тряпочкой Да, ему еще здесь можно сказать Что большую работу проделал президент Российской Федерации Алексей Власенко Потому что Александр Бондар хотел вообще заканчивать свою спортивную карьеру Ну, в принципе, ее и закончил Официально он всем сказал А потом уже, когда появилось желание То тут, конечно, Российская Федерация сделала максимум И Алексей Викторович помог Да Никита Шлейхер Это спортсмен из Татарстана Три с половиной оборота вперед Большой универсал Он прыгает и трамплин И вышку Уже здесь дважды чемпион Европы В синхронных прыжках С трехметрового трамплина и с вышки Так, у нас Терновой первый 81,6 И сейчас ждем оценок Никита Шлейхера Вперед и задней стойки Он сделал 3,5 76,8 Смотрите-ка Один в один сумма Мэттью Диксона У Никита Шлейхера Получается Терновой 81,6 Сербин 80 Дальше Диксон и Шлейхер 76,8 И Бартель И Бартель На четвертой позиции А это Алексей Середа Оооо Коэффициент 3,0 И, конечно, дети, которые сейчас там ликуют Это, ну, потенциально Да, если родители приходят с детьми в бассейн Посмотреть на тылу юнца То популярность в виде спорта, конечно, в Киеве прибавится Брау! Послушайте, что там творится, а! Классная атмосфера у нас Диксон Шлейхер В одну сумму 76,8 И потом идет Тима Бартель 75,6 Вот такая вот ситуация И 78 Третьим идет Середа С отставанием в 3,6 За Русланом Терновым Но Есть такой нюансик, что Терновой очень хорошо начинает И мы это видели на юниорской Европе Сегодня надо держать класс Да, классный у нас обещает быть финал Мы это понимали и по результатам предварительных утренних соревнований Но пока первый раунд шикарный получается И вот уже начался второй Константин Поповичи 3,5 оборота назад Группировки 3,4 коэффициент Еще раз напомню Этот парень умеет прыгать Не только с 10 метров А и с 27 Ой-ой-ой! Браво! Румынский парень Форму-то набирает Потихонечку, да? На мире он не был так хорош Ну и с утра сегодня не блистал Ну вот это шикарный, конечно, прыжок Гасит вход Не обладает он таким чистым гашением Здесь у него получается Немножко такая тоже корявая Разорная Какая-то она у него Вещеровка Его начал болтать в воздухе Да, под наклоном чуть-чуть Неровно когда берется рука То может спортсменов болтать Сможем Ну, мне кажется, 7,5 для такого прыжка Даже как-то маловато Ну, ладно Ну, грызновато Открытие немножко задранной головой Есть с чему придраться Ну, 7,5-8 Оценка Ну, это лучший прыжок, да? Из того, что мы видели В исполнении Поповича Наверное, и на мире, и здесь Я думаю, он должен быть доволен Винка Парадзек Сложный прыжок Два оборота назад Со стойки С двумя с половиной винтами Напоминаю Телезрителям Здесь 6 классов прыжков Все задействованы Вперед с разбега Это первый класс Второй класс Это задние стойки Вращение назад Третий класс прыжков Это из передней стойки Вращение назад Один из самых красивых Прыжков, да? Четвертый Это Вращение вперед Из задней стойки С лицом на вышку Но Двигаться надо назад Соответственно Пятый класс Это винты Вокруг своей оси И шестой Со стойки на руках Обязательно Все 6 классов Должны быть Да, и желтые Можно сказать, что Шестой класс Он определяется Все-таки в первую очередь Стойкой Потому что дальше Акробатика Может быть и с винтами И может быть гладкая Да Совершенно верно И если акробатика В шестом классе с винтами Это не значит, что Не будет винтового Так винтовой обязательно Олег Сербин Вторая позиция у него была Три с половиной оборота Назад Группировки Ну тут Переживает за него Руководитель Украинской Федерации Естественно Ой-ой-ой Открытие По одной ноге У него часто Эта ошибка Он открывается Так циркулем Так сказать И Ну это не очень красиво Честно говоря Давайте посмотрим Раз-два Оборота Очень широко И вот здесь Куда Просто ноги вроде Шпагат Даже если бы хорошо Сделал прыжок Ну можно снимать Да Да за такое Ну вот То же самое Афре Сегодня Ну Афре я не замечал раньше Вот он сегодня удивил Утром Да Но он даже не так сделал Он сначала сомкнул ноги А потом на входе в воду Их в шпагат Начал разводить Может быть насмотрелся Ну может быть Ну может понравилось Я решил попробовать Да Олег Сербин Сын Прыгуни в воду Которая в 98 году Была на пьедестале Чемпионата мира Светлана Светлана Сербина Ну я думаю Сейчас конечно Переживает за сына Конечно Рикардо Дживанини Три с половиной Оборота вперед Итальянцы неплохую команду Привезли на первенство Европы Молодежная в Казань Которая была Чуть больше месяца назад В июне И были очень интересные Харгуны Вот у них есть молодой человек Он даже больше понравился Но он из более младшей Возрастной группы Здесь им пока выступать Чуть нельзя На взрослых соревнованиях То есть Юниоры в Италии есть Но они в принципе И всегда были У итальянцев Вот потом Да с возрастом Как-то Тяжелее их удержать Теряется потом Не все Доходят до Хорошего Даже европейского Ну вот нужно сказать Что Мэтью Диксон Тоже недавно Из юниоров И на юниорской Европе Он и выигрывал И был бронзовым призером На 10 метрах Неплохо Два оборота назад Со стойки на руках Про шестой класс прыжков С полутора винтами Давайте еще раз Судим Телезрителям Расскажем Как сумма баллов Получается за прыжок Вот сейчас Семь арбитров Поставят оценки Две высшие Две ниши Уйдут Из зачета Останутся три Ну сейчас нам как раз покажут Семьдесят половиной Семьдесят половиной Восемь Их можно сложить И умножить на коэффициент трудности Здесь был Три и два Не получится сумма Ну двадцать три умножаем На сколько там был На три На три Два Семьдесят три Сестьдесят В итоге получается Руслан Терновой Спаспорт Представляет Москву Из передней стойки Три Ой-ой-ой-ой Как же так Ну это грубейшая ошибка Конечно Не очень хорошо Завращался Да еще и раннее Очень раннее Раскрытие Это провальный прыжок Четыре Даже три с половиной балла Не знаю с чем связано Потому что Руслан умеет делать прыжок И умеет хорошо И сумма Тридцать девять Десять Он родом из Пензы Но сейчас В Москве Да уже три года Переехала вся семья В Москву Тренируется Раиса Дмитриевна Гальпериной Обидно Смотрим за Бенджамином Афре Ой-ой-ой Точно такой же прыжок Вот француз показывает Класс Это девятка будет Убивает конечно Вход в воду Интересная группировка У нас прямой спиной Но вращается он очень легко Очень легкий прогон Ну он такой сухой Да Худой Да Вот вышечный У таких Много прозвищ Такого сложения Делосложения Зовут ребят Но вот Бенджамин Афре Конечно идеален Для вышки Смотрите Девятки 91-80 Лидер явный Да Одним прыжком Сейчас Себя очень сильно Поднимет Француз 159 баллов В сумме Он получает Иноа Вильямс 3,5 Оборота назад Согнувшись 3,6 Коэффициент сложности Справляется Британец С этим прыжком Ну хороший финал Нас ожидает Хорошо прыгнуть Ребята Все спортсмены Которые приходят Поболеть за своих Обязательно Перед каждым Финалом Моют руки Тщательно Вы уже наверное Это поняли Дорогие друзья Вот Приходится свистеть Засовывать пальцы В рот Шутка конечно Но свист Это обязательно Атрибут всех соревнований Спортсмен Всплывающий Должен уже Еще в воде Слышать Как за него болеют Да 7,5 7,5 7 Коэффициент хороший Под 80 баллов Набирает Ноа Вильямс На старте Тима Бартель 3,5 Барта вперед Группировки И задней стойки Переход Перехода Но звук гашения Был Чуть-чуть Брызги Вырываются У него в самом конце Ну 7 Под восьмерку Да прыжочек Легкие Высокие Открытия Все Хореография хорошая Носочки вместе Ну и ставит Также 7,5 8 Тима Бартель Тима Бартель участвовал И в чемпионате мира В Казани 2015 года И в родном А нет Это было не в Дрэзе Я прошу прощения В Лондоне Это был чемпионат Европы 2016 года Он там выступал И в паре с Кристиной Васан И на индивидуальных видах Но смотрим теперь За Никитой Шлейхером Два оборота назад С двумя с половиной винтами Со стойки на руках Тренируется в Казани Представляет Татарстан Тренер Павел Борисович Муякин Не очень хорошо начал И проваливает Тоже свой кружок Никита Шлейхер Не так сильно Конечно Как Руслан Терновой Но здесь поначалу Немножко поздний Курбет Уже вниз И не успевает Поставить вход в воду Достаточно много брыз 6,5 баллов Пока не так уверенно Прыгает Никита Шлейхер Ну посмотрим Надо прибавлять Прибавлять Нашим ребятам Ну и теперь конечно Все сейчас замерли Потому что на вышке Алексей Середа А у Афре 159 баллов в сумме Самый простой прыжок Его программика ФСН 2,8 Два с половиной Обрата вперед И сзади стойки Браво Что он делает Посмотрите Сколько зрителей На трибунах Ну он этого заслуживает Да Красавец конечно Просто умничка Открытие в два оборота И точный вход Без брызг Прыжок простоватый Да Но ему простительно В силу возраста Всего 13 лет Напоминаем Этому парню Ну и 9,5 В три девятки проходит Да Но поскольку Все-таки коэффициент сложности Проигрывает коэффициенту Афре Афре сумма конечно Классная И поэтому Бенджамин Афре У нас теперь После второго раунда Лидирует Да 159 баллов У середы 153,6 Поповича у нас третьим А вы представляете Опережайну Авелемса Тима Бартеля Мэтью Диксона И россияне Седьмой Ну немного проигрывает Никита Шлейхер Третьим местом Всего 4 балла 12 Да Действительно Тут даже отрыв Шлейхера От первого места 12 баллов Тоже Не так много Не так много Третий раунд Открывает Традиционно В этом финале Лу Массенберг Не самая сложная Конечно у нее программа Сейчас коэффициент 3,3 Да Достаточно средняя Непростая Но не Не ультра-Си Так сказать Все 3,5 Ну нет прыжка 4,5 На обороты Вперед у него В арсенале Винтовой класс Достаточно слабенький 3,2 7 баллов Напомню Здесь Также можно Завелать Лицензию На Олимпийские игры Победитель Ее получает Но Потенциальных лидеров Она есть У Алексея Середы У И у Бенджамина Фрэнк Конечно она есть Нету Второй лицензии Сборной команды России Ее завоевал Только Александр Бондарь Который Бронзовую награду В Кванжу Выиграл В блестящем стиле Китайцы Там конечно Были Да Просто На какой-то Другой планете Совершенно Поэтому Та бронза Она тоже Очень Дорого Стоит Китайцы Это космос А Средиземлян Как раз Победил Александр Бондарь Алексей Середа Был четвертым А Фрэ пятым Вот недавние результаты Чемпионата мира Дальше Европейцев По-моему У нас в финале А ну А Вильямс Был десятый Да Ну и правила Таковы Что если выиграет Тот из Тех У кого же есть Лицензия То есть Середа Или Офрэ Вторую Для своей стороны Он не получает Это должен Другой спортсмен Победить И вот тут шанс Как раз У сборной команды России Да Потому что Два спортсмена Если кто-то из них Там Выиграет То это будет Вторая лицензия Для нашей команды После шикарной попытки В предыдущем раунде Константин Попович Похуже сейчас Да Сделал На 5-6 баллов Был третьим Но сейчас вы конечно Можете проиграть Очень многим Винка Параджик 3,5 оборота вперед Согнувшись С передней стойки Для него Очень хороший Пружок По-моему Да Вот так Для него попадание Фидал уже Уже хорошо Но в целом Он так стабильно Уступает И в утренней части Ну и вот Семь с половиной Зачет Для него Прекрасно Семь с половиной Сумма Так Именинник Наш сегодняшний Олег Сербин Три с половиной Оборота назад Из передней стойки Предыдущую попытку Провалил Олег Не надо ему Реабилитироваться Не загасил Хотя вход вертикальный Опять же Та прошибка В открытии В открытии Да Все время Через полушпагат Он его делает Ну вот сейчас Вот поставил вход Ой-ой-ой Да Ну По-дурацки Конечно Он получается Так сильно прижимает Вот разводит Эту группировку И дальше В фазе Да Раз Абсолютного Разведения Лена Он начинает Раскрываться Тем не менее Семерки Следующий у нас Джованнини Прыжок Под себя То есть Из задней стойки Вперед Три с половиной Риккардо Джованнини Тяжелое Тяжелое Начало Было видно Сразу прыжок Под вышку Не наверх В вращении Берет носки На себя Очень сильно Старается Как-то Все силы Приложить Чтобы выкрутить Но в итоге На спину Приземляется Тальянец Четыре балла Мэттью Диксон Сейчас Готов уже Исполнить Третий прыжок Три с половиной Оборота Назар Группировки Три и три Кэффициент Неплохо Справляется С прыжком Мэттью Диксон Там чуточку Только из-за ног Вылетели Небольшой Но он спасал себя Опять же Здесь не было Захлестут ногами Тоже группировка Как-то играет Как на гармошке Абсолютно точно Классное сравнение Играй гармонь У тебя в Англии Не так популярно В России Поэтому Этого образа Они не поймут Вы может быть Тоже Мэттью Диксон Любите Может быть Душой Как и Гарри Хам Хайдайвер Руслан Серновой Надо реабилитироваться Нашему Спортсмену Он до 16 лет Тренировался Под руководством Татьяны Лукаш В Пензе Затем он переехал В Москву Сейчас Татьяна Лукаш Работает Кстати В Германии Три оборота Со стойки На руках Плохо Но Немножко тяжеловато Не так Как он умеет Самую воду Сумел Пригасить Здесь такое Долго Как-то Долго Он Висел В открытии Едва Едва Успел Он мог сейчас Промахнуться Просто Смотрите Вот здесь Три оборота Ждет Ждет Как будто Вход Ну 8,5 Неплохие оценки Надо собираться Продолжать Там же Духи Русланой И прибавлять Прибавлять 79,20 Ну хорошая сумма Почти 80 Бенджами Ну афрей Три с половиной Оборота Вперед Крупировки Продолжить Я говорить Не знаю Почему У него нет Прыжка Четыре с половиной Оборота Красавец Классно делает Но опять же На фоне Европы Нормально Но на мире Уже не смотрит Это его коронный Прыжок Он его делает Стабильно Он и утром С него начал Всех догонять Потому что первые Два раунда Очень плохо исполнил И вот с третьего Раунда Ну Прыжок Простой На сегодняшний день Но его В принципе Раньше Лет 20 назад Он тоже был Достаточно простым Китаец Делает Этот же элемент Положение согнувших Четыре с половиной Оборота Там это вообще Ну он Он один такой Сколько раз Мы об этом говорим Что он такой один И коэффициенту Этого прыжка Четыре с лишним Ну а Вильямс Из задней стойки Вперед Три с половиной В группировке Мы уже видели Этот прыжок В этом раунде тоже Я уж подумал Что она не живая Хоть морганула До зрительницы Ошибка У британского Спортсмена На самом деле Не все еще Потеряно В этом финале Даже для Руслана Тернового Хотя он был 12 Я так предполагаю Будут ошибаться Спортсмены По многим причинам Недостаток опыта Это не основная Не основной состав Второй состав В Британии Нервы и так далее Не все Обладают Международным опытом Вот здесь ошибка Была В принципе И место было И время было Да Все Он вроде как Поставил четко Да И прогнул спину Прогнул спину И все И пошел сразу Таз чуть-чуть Вот В сторону вышки Тима Бартель Был пятым Коэффициент 3.3 Спортсмен Из Дрездена Большого Недохода Гасит Гасит Если ты разрешишь Андрей Я Большой пример Приведу Ну таких примеров На самом деле Их очень много В 2005 году Чемпионат мира В Монреале В Канадском Десятиметровая Вышка У мужчин Я про себя Приведу Я понял Я чуть-чуть Чемпионат мира Второй раунд Прыжок Сотойки на руках Сделал на 2 балла Я буквально на 2 Я откатился сразу Так же на 12 место Как и Руслан Терновой Но в итоге После 6 прыжков Был третий То есть ни в коем случае А к тому что Ни в коем случае Нельзя Останавливаться К тому же здесь Европа Это не мир Да Здесь все достаточно ровно От Ах Ну вход Вход Близко конечно Нету к сожалению У Никиты Шлейфа Вот этого входа Вышечника Такого как у Француза Да У Середы Как у Китайцев Как у Китайцев Ну когда что Акробатику В принципе Он делает Как китайца Да Да И собственно Его Наверное Основной сейчас Снаряд Трехметровый Трамплин Там где он победил Книж 5 и России Потому что сложновато На самом деле Как-то раньше Можно было тянуть И трамплин И вышку Потому что Прыгали Не такие сложные прыжки Сейчас Два снаряда Потянуть И трамплин И вышку Еще и синхрон Допустим Это просто Практически нереально Потому что Акробатика страшная Сейчас прыжкахода Да И вот конечно Требуется вот этот талант На вышке Особенно талант Гасить вход То чем пока Обладает Отдарен от природы Алексей Середа Три с половиной оборота Делай Делает он Даже не доходит Чуть-чуть Да Вот это как читается Они не доходят Но при этом Ни одной капельки Не взлетает Красавец Посмотрите С подсогнутых колен Да Начинает отраться Понимает Понимает Что он не доходит И куда надо Вставляет руки Чуть-чуть Прогибается Но потому что Без этого он просто На спине Побыл Это конечно 9 баллов Но восьмерка Железная Прыжок не провален Он будет оставаться В лидерах Да Второй позиции 80 баллов 85 сотых Ок Сейчас смотрите Какой плотный у нас С вами результат Афре лидер Афре лидер 235 баллов И 5 десятых Но дальше-то 234-45 баллов И 5 сотых Алексей Середа идет А потом идет Шлейхер 8.95 Проигрывает лидеру Следовательно 7.92 Второго места Алексею Середе Дальше Совсем рядом Просто буквально Чуть-чуть рядом В полутора баллах Мэтью Диксон Следом идет Тима Бартель И потом Нуа Вильямс А терновой одиннадцатый Но сколько получается 25 баллов В принципе это Отыгрываемо Да Прервемся Прервемся Константин Попович Три с половиной Согнувшись А что Неудачный Удачный Неудачный Удачный Константин Попович На седьмую позицию Он откатился Но До третьего Это ему не так далеко 13 баллов Но я сомневаюсь Конечно Что Попович Сможет побороться За педестал Все-таки Надо ему гасить Входы Гасить Он так поздоровел В 2009 Я помню Он конечно Был так Силоположение Такое Он сам из спортивной Гимнастики Пришел Прыжки в воду Вообще У Роменов Много Практически все Прыганы в воду Они из спортивной Гимнастики Причем Достаточно поздному Возрасту Приходит Даже по технике Видно Что это гимнасты бывшие Ну потому что Роменская гимнастика В свое время Была одной Сильнейших в мире Да Особенно женская сборная Я даже не помню Прыгуна у них Чтобы он именно Сразу Прыжки в воду Пропал С 5-6 лет Да Все гимнасты Может у них вообще нет Набора На прыжки в воду Они набирают на гимнастику А потом Распределяют по видам спорта Возможно Да Потом с гимнастикой В лыжи Кстати Винка Парабжик Очень сложный прыжок Три с половиной оборотов назад Согнувшись Для шведа Это Большой молодец Несмотря на то Что ошибся сильнее Ну вот я как раз Тоже хотел сказать Что вот Вот вроде бы Да Он так выступает Ну как бы Так Кое-как Да Попал в финал И на самом деле Вот этот парень И вообще Те кто занимается В Швеции Прыжками в воду Там Многими другими Видами спорта Они же на самом деле Просто энтузиасты И фанаты Потому что Это не Как в России Да Совершенно Не как в Китае Тем более Но вообще Прыгут в воду Андрей Фанаты Олег Сергий Кстати делает Классный прорывок Ну я имею ввиду Что им во многом Самим приходится Все оплачивать Из собственного кармана Шведам Это да Такая система Спорта в Швеции Там существует Только хоккей Лыжи Биатлон По большому счету Зимние виды Нет Но на такие крупные Старты Я думаю Что все-таки Федерация Оплачивает Но я имею ввиду Подготовку Нет Я имею ввиду Подготовку собственную Конечно Специалистов Медиков Оплачивает Из своего кармана Ну слушай Это не только Швеция на самом деле Такая же система И Ну Что это Америки Да Клубная Хочет тренироваться У этого тренера В этом клубе Знаменитом Пожалуйста Одна цена Ходи тренируйся Нет Средств Можно тренироваться Немножко другой Школе Там похуже Ну там еще Очень сильно Разливает Университетский Спорт Да Мы это понимаем Что университеты Это базы Да Да Вот Пока ты учишься Пока ты учишься В институте Да У тебя есть Основа На которой ты можешь Прогрессировать И университеты Заинтересованы В этом кстати В Швеции Такого тоже нет О А кстати В Китае Нашка другая система И В этом плане Я хотел бы озвучить Да Очень хорошо поддерживают Тренеров Вот именно Первых В Китае Да Те кто Этого спортсмена взял Да У них Своя когорта тренеров Работает с основной командой Иногда они меняются Но в принципе Есть тренеры сборных Есть тренеры начальной подготовки И вот Кто спортсмен Этого привел Потом он стал Олимпийским чемпионом Уже В сборной команде Китая Да Там премии Поддержки Государство получает И первый И второй И акробат И все остальные То чего У нас нет Да Очень правильная вещь Потому что на самом деле Ну Взять готового спортсмена Уже Довести Да Это очень легко Ну не очень легко Но намного проще Чему Да А представляете Пройти С парнем В пять лет Потом он тебе Восемь начинает Выдавать Всякие фортели Потом ты Проходишь с ним Какой-нибудь переходный Возраст Следующий Да И уже подготовил его И отдал в сборную Ты с ним Крови поднапился Столько Что просто Совершенно верно Андрей Это действительно Так С детьми Заниматься Это конечно Ну и Тяжелый труд И очень почетный труд Давай вот скажем Да Потому что мы в нашей стране Как-то В советские времена Все-таки Учитель Первый учитель Да Перед ним Мы говорили Нужно всегда снимать шляпу Вообще Перед учителем Перед тренером Детским тренером Надо снимать шляпу Мы потеряли это В нашей стране В последние годы Последние там Пятнадцать лет Там двадцать лет А это должно быть Это люди Которые жертвуют Зарплаты нормальной Временем Семьей Можно я пожму тебе руку Жалко Он нас не показывает Здесь Руслан Терновой Эту тему можно продолжить Чуть попозже Наверное В следующем раунде Три с половиной оборота Назад Группировки Ах ты Попадает Попадает Но чуть-чуть В самом конце Вот захлест был Как раз Вот этот Не вход Его Ну Не знаю Может быть Вот это ожидание Да Потому что вышка Всегда в последний день Когда спортсмен Выступает Только на вышке Это не воправдание Да Именно здесь А я кстати хотел Я хотел тебя спросить Ты вышечник Да Да Это бывает И у многих Не только у меня У него там У многих спортсменов Ты ждешь 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 Вот так же ждал на мире Игорь Мялен На чемпионате мира Весь мир У него был один снаряд Стихметровая вышка Вот ты ждешь И полторы недели Там неделю Да Здесь неделю Чемпионат Европы идет Тренируешься Ты можешь пять раз Там выйти Войти в форму Пять раз выйти Бенджавир Амфред Ну он выступил Кстати в миксте Ну и Терновой Да Здесь Он выступал в миксте В первый день Тоже Да В первый день На Европе Но Амфред все-таки Более опытный прогон Уже Зрелый Хорошо делает Три с половиной Оборота назад В группировке Терновой набрал У нас сумму 79,20 Потихонечку Вроде поднимается Руслан Терновой Да Тут еще просто Мэттью Диксон У нас ошибся Я уважаю Пошел Мэттью Диксон Да И у нас Ну а Вильямс Ну а Вильямс будет прыгнуть Сейчас будет Да Это Мэттью Это прыгнул У нас Бенджамин Офре Но Еще Еще ошибся Ошибся Джованнини ошибся Да по-моему Ну где-то шестерки Приближается у нас Руслан Терновой Посмотрим Как будет Отдача Да У нас Смотрим Ну а Вильямс Три с половиной Оборота назад Из передней стойки Группировки Близко мне Ой-ой-ой-ой Какая ошибка Британца Неожиданно Вот так вот Может тоже ошибиться Ну а что Он еще не прыгнул Он еще не прыгнул А я уже рассказывал Как оно будет Сори конечно Ох кака Вот это Это провал конечно Полный Пока худший наверное Прыжок В финале Два балла Даже два с половиной Два ставят Они вылетают Но всего 30 баллов За прыжок Вот так вот Бывает Тимо Бартель Три с половиной Оборота вперед Согнувшись Три нолькой в цент Тоже достаточно талантливый Немецкий прыгун в воду В свое время Он призером было И первенству мира И первенству Европы Молодежных Но очень сильно вырос Вот он был перерыв Его в принципе Нигде не было видно Да он прыгал в вышку Но далековато был На мире На Европе Но в Будапеште Он был в полуфинале Финал не пробился 14-м финишировал На чемпионате мира Будапеште То есть все спортсмены По сути разные Да есть ранние Есть поздние Есть вот кто Есть долгожители Да В росте Потом выстреливают И техника теряется То есть Ну на самом деле Все очень сложно Здесь сложно Координационных видов спорта Ты можешь классно прыгать По юниорам Потом пропасть вообще Может тебя не видно быть А ты только в 25 Расцветешь И начнешь все выигрывать И такие есть примеры И поэтому кстати Есть определенные переживания У нас за Алексея Середова Каким мы увидим Этого парня Который сейчас блестящий Да в 13 А что дальше будет Никто не знает Так шлейхер Ну этот уже Прошел И зону роста И зону возмужания Да Кстати тоже Он был в призах Чемпионате России Доскать на взрослом Чемпионате России В юном возрасте Потом вырос Ну вот сейчас уже Один из лидеров Сборной команды России Но ошибку допускает Он и Как-то пока все хуже и хуже Да У Никиты Шлейхера здесь И первые три раунда Не блестящие И здесь сильный недоход И опять К сожалению Немного брыз на каждом прыжке Да Ну здесь-то понятно Здесь еще такой угол 4,5 Конечно Ну вот так вот 282 И В флоту Уже Руслантерного Прилюжился К Никиту Шлейхеру 279 282 А вот Бенджамин Афре 318 Дальше за ним идет Тима Бартель 289 Сербин 287 Попович 283 Ауфа Афре 318 Кстати вот Шлейхер 282 На второй позиции Сейчас Тима Бартель Он будет Скорее всего Третий У него 289 То есть ему проигрывает Шлейхер всего 7 баллов Терновой всего 10 Поэтому То о чем я говорил Не опускать руки Да Но еще вот сейчас смотрим Ну это я говорю про третье место Про третье место Да Потому что скорее всего Середа будет вторым Либо первым Ну давай подождем Вот Ну не думаю что ошибется Он на прыжке 3,5 оборотов Вперед Блокировки Ошибается кстати Ошибается Ошибается чуть-чуть Уголком Уголком Все равно гасит Уголком Слушай на входе В воду Если так линейку поставить То она особенькая будет Просто Вот сейчас смотрите Вот вход А ножки то еще только Разгибаются Гасит вообще без брызг Да 8,5 конечно многовато Мама отдала его В прыжке в воду В Луганске Все это было Луганская школа Прыжка в воду Луганская Очень-очень сильная Ну и сейчас там прыжки Вот тоже культивируются И спасибо Спасибо тем Кто Представляющим фанат Этого вида спорта И несмотря ни на что Да Несмотря на все сложности Работать Молодцы Так Афре и Середа В двух баллах 318-316-05 Отлично Да Вот борьба Француза и украинца И борьба Которую я уже Прононсировал Ты Глеб Это борьба за третье место Да Там Сербин Бартель Попович Шлейхер Терновой Ну наверное Вот эти спортсмены Диксон подотстал Спасибо И Вильямс Вылетел из этой борьбы Ну потому что сейчас Конечно провалил На два балла И просто прыгнул Пятый раунд Лу Массенберг Три с половиной оборота Вперед Назад Из передней стойки Самый дорогой Выпрыжок В центре и четыре Ой-ой-ой Такое тяжелое вращение Как будто с гирями На ногах Или на руках Начало Здесь раз Два Уже семь метров Уже ниже пятерки Ну и раскрытие Такое Да Нужно успеть Сразу вертикаль Подвисает Ну вот и утром Манера их работы Массенберга И его тренера Такие Аналитические Сразу рассуждения Вот даже Мы видели утром Что тренер Сразу подходит К нему Дважды Это было И спрашивает Типа Почему Давай Объясни ты Как ты считаешь Что не так было Что ты чувствовал Ну что Поповича Борьба за третье место У нас получается Да И Константин Попович В ней участвует У него два прыжка С коэффициентом 3.2 У Тернового 3.6 3.7 У Бартеля 3.4 3.2 Шлейхер 3.4 3.6 У меня такое ощущение Что как-то Переходя Возвращаясь Из хайдайвинга На 10 метров Поповичу Потребовалось Время Потому что Вот мы его видели На Чемпионате мира И он Гораздо больше Ошибался Нежели здесь Так Потихонечку Чище и чище Он становится Хотя конечно Это не Безошибочный прыжок Но Оценки 2.5 72 балла Рома Ринка Парадзик Дождь Коффициент 3.4 Он забыкал Турнировую таблицу Миссислу Массенбергом И Рикардо Джованнини Высокий Высокий Отпрыгивание От вышки Но Со входом В воду Не справляется Задние вращения Не дружат А их надо Ценить И любить Ну У шлейхера Хорошо получаются Задние вращения На это и надеемся Что Сейчас У Никита Впереди Как раз Прыжки Задним вращением Да Ну один уже был Он провалил Да Достаточно серьезно Сейчас другой С пациентом 3.4 Будет Олег Сербин Он продолжает Бороться За Медаль Прыжок со стойки На руках Два оборота С полуторавинтами Совсем без Курбета Нет Уже вверху было видно Курбета не было Он просто Под вышку Упал А когда такое падение Неконтролируемое Ты потом В ход воду Не сможешь поставить Вот он несет уже все Как бы ты складку Там не делал Не пытался остановить Уже Потому что прямым телом Здесь вот прямое тело Тебя как бы раскручивает Да И все Прыжок потерян 5.5 6 Ну да В этом прыжке Ж нет практически Никакого положения Да Да Прямое В конце ты можешь Подсогнуться Ну когда тебя несет Просто со страшной скоростью Ничего не поможет 2-0 7-7 Умеет делать Тоже группировка здесь такая Гармошка Она от себя От себя Не вширь Как бы А вот тут Ошибся он в третьем раунде Конечно прыжки Но зато в прошлом 69.3 Он получил Там правда у него Странная история была Один судья поставил 5.5 Двое восьмерке Вот он хорошо владеет Задним вращением У него со стойками в руках В предыдущем раунде Было 3 оборота назад А здесь 3.5 Уже с ног И опять же 79.20 Вот так вот Молодец итальянец Молодец Мэтью Диксон Он был на седьмой позиции Следом за Русланом Терновым 3.5 оборота назад Из передней стойки Группировки 3.4 коэффициента Серебро С Новым Вильямсом В синхроне На вышке Они завоевали На чемпионате Европы Прошлого года Тоже тяжелая крутка Неплотная группировка В воздухе Да попадает Вертикально Семь с половиной Это был наверное Семь с половиной Семерка Семерка Думаю Тоже как-то играют В группировке Уже третья Продолжает он так Да Тут Джованни Это было И у него тоже было У Диксона И еще Или Диксон Да у нас Гармошку делал Да-да Диксон у нас Ну и Сербин Сербин в открытии В открытии Что-то из врачебного Показывал Так ладно Шутки в сторону Терновой у нас на вышке Два с половиной оборота назад С двумя с половиной винтами Три и шесть Коэффициент Хороший этого прыжка И делает Ах вырывается Откуда это? Вроде уже загасил Да Вроде загасил Но потом такой Комок Водяной пены Вот этой Ножки Ножки Бенджамин Офрея Три оборота назад Группировки со стойки Это борьба за золото Между Середой И французом Ну вот сейчас конечно Вот если сейчас Афрея не ошибется Ошибается И дает шанс Алексею Середе Себя догнать Переход И брызги Ну сейчас конечно Если сегодня победит Алексей Середа Это конечно будет фурор В Киеве Жалко только что Киев На улице не выйдет От этого Не сборная же По футболу победила На чемпионате Европы Показывает Что в начале Всем не менее Даже восьмерку ставят Ну очень много Переход-то был Переход-то был Но она кстати Терновой обошел Румынского прыгуна И сейчас второй он 358 У Фрей 393 Ну а Вильямс 4,5 оборота Вперед группировки Ах на самый край Так немножко опасно На самый край Наскочил И Слава Богу что не Нога съехала у него Но все в порядке Ну некоторые спортсмены Полотенчика Да Растилают Да На край Кому как удобно Кто-то любит С мягкой поверхности Кто-то это делает Для того чтобы Типа прибавить высоты Сантиметр Складывать в два раза Кто-то любит отталкиваться С жесткой поверхности Без полотенца Ну и все зависит от покрытия Она бывает разная на вышке Вообще в Китае оно одно Во всем Китае Во всех бассейнах Там такое черное с шипами Небольшими Да Но оно как бы не шипы Ну так Ну так Либридистая Либридистая Здесь тоже плоская Но без вот этих шипов И некоторым скользко бывает Спортсменам Так Вот так Когда она собирается Вот на этой Может быть скользко Ну и мы видели Как например Юль Тимашина Да у нас проскочила Да Но слишком сильно на край Она попала И нога съехала Так Борьба за бронзу у нас Да Борьба за бронзу Тима Бартель Третий у нас был Да И он ошибся На прыжке Три с половиной оборота назад Достаточно грубо Шесть пять с половиной Шестьдесят шесть тридцать Он четвертый То есть Терновой у нас сейчас Второй Второй, да Пока идет Но тут сейчас Шлейхер И Середа остается Шлейхер прыжок Коэффициент три четыре Три с половиной оборота назад Группировки С передней стойки И тоже не гасит вход И тоже не гасит вход Ну вообще у Никиты Здесь уже четвертый старт Он выступал В индивидуальных прыжках На трехметровом трамплине В синхронных прыжках С вышки С Александром Белевцевым Они выиграли золотую медаль С Женей Кузнецовым В синхронных прыжках На трехметровом трамплине Конечно много стартов Семь с половиной восемь Семьдесят девять девяносто То есть ты хочешь сказать Что он не Патрик Хауздин Никит Шлейхер Ну сейчас подождем Подождем Я такого не говорил Да, да, я понял Шлейхер второй Три сдесят два двадцать пять Терновой третий Три сдесят восемь и три Дальше Попович Три с пятьдесят пять и шесть И в пяти сотых от Поповича Тима Бартель Представляете плотность И Алексей Середа В подконе за Афре Три и два коэффициент Со стойки на руках Два оборота с полутора винтами Он может сейчас француза достать Есть! Браво! Середа! Вот это он вхватил Надо вставать просто сейчас Ох! Как это? Десять баллов Десятки что ли? Вот слышим реакцию Мне кажется Это реакция на десятки Вообще за этот прыжок Очень трудно получить десятку Потому что Ну здесь нет амплитуды Да, нет высоты И он как бы подвышку идет По-любому Корбетный прыжок Но вот он Сделал его под десятку Большая редкость Покажите оценки А! Девяносто один двадцать Девять с половиной Три оценки Вот это Середа И он приводит Одним прыжком Тринадцать баллов Французу Фре Блин Какое же вообще Сейчас состояние Должно быть У Леши Середы А вы представляете Впереди Последний финальный раунд И такое ликование Стадиона Такое ликование Бассейна Вот здесь И все все понимают А ему тринадцать лет Невероятно Борьба за золото И борьба за бронзу С участием Российских спортсменов Делаем короткую паузу Вернулись дорогие друзья Мы с вами Прямой эфир Константин Попович Он борется за бронзу Он в трех баллах От идущего третьим Сейчас Никиты Шлейхера Три-два коэффициент Два с половиной оборота С полутора винтами Неплохо Но опять же Это не восемь Не железная восьмерка То есть семь с половиной Да Семь с половиной восемь где-то Так вот Последние прыжки Попович сейчас Три-два прыгнул Терновой 3-7 Тимо Бартель Который также За бронзу борется 3-2 Никита Шлейхер 3-6 Вот такие вот коэффициенты То есть два россиянина С максимальным коэффициентом На одну десятую Преимущество у Тернового Но у него прыжок Четыре с половиной оборота Вперед в группировке У Шлейхера Два с половиной С двумя с половиной винтами Они конечно имеют преимущество Над румыном и немцем В борьбе за бронзу Ну и прыжки Конечно надо сложно Их сделать Винка Параджик Это кстати была на ваших экранах Ульриха Кнапе Мама Олимпийская чемпионка она А мама Анны Линдберг В прошлом Извечнейшей Шведской Легендарной прыгуни Многократная чемпионка Европы Призеркой чемпионатов мира Ну и завершает свое уступление Винка Параджик Винтовым прыжком Олег Сербин Олег Сербин Далековато И отрыв большой До третьего места Слушай, так здорово Что, смотри, киевляне Пришли на чемпионат Европы Да С детьми И полный зал детей Такой достаточно уютный бассейн Он у него не самая большая вместимость Да, но Компактно все Молодец Олег Сербин Два с половиной с полутора Смотри сколько детей, да? Отличная Маленький Масфера прекрасная Вообще бассейн этот 50-метровый По центру, где сидят Напротив высших Где сидят зрители Туда ставится понтон Зеленый Делают с трибуны Зноборная конструкция Да, ну и все 24 Выполнял план А, вот оно как План по сумме баллов Да У Олега Сербина Значит он Наверное 420 ему поставили Я так предполагаю 424 Ну то есть для себя он В принципе хорошо Все отрыгал И тренер тоже доволен Ну и поздравляем Мы еще раз его С днем рождения И собственно Если тренер доволен Значит Да, все Можно теперь Ехать отмечать Чемпионат Европы завершен Для Олега Сербина Апельсиновым соком Ему А, 18 лет сегодня Испомнить Да, он 2001 года Совершеннолетие И не апельсиновым Апельсиновым Сегодня Березовым 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 можно Да Зевани Тоже молодец Закончил Своё выступление Показал пару Очень красивых прыжков С задним вращением Красиво Ему с группировкой Конечно надо разобраться С этой Гармонию Ну это не только ему Это ещё вот Этому парню Да Винтовой прыжок Полтора винта Поэтому коэффициент 3.2 А вот Никит Шлихер Будет делать Два с половиной винта И Коэффициент 3.4 3.6 будет А, 3.6 Да Ну тоже так Грузно Да И начало Такое тяжёлое Нет лёгкости Ну и звук И звук Поэтому такой Да Вот Подсобные коленки Ну вот Разница между Суперталантными Да И И просто Талантами Ну и Есть такие трудяги Которые Из небольшого таланта Потом Растают Растают Да Прогунов Ну что Развязка у нас В борьбе за бронзу На старте Руслан Терновой Сложнейший прыжок 4.5 оборота Вперёд В группировке 3.7 коэффициент С утра Неважно Он его сделал Ну вот Надо решать Надо решать Момент Надо решать Чемпионат Европы Для себя Все силы отдать Хорошее начало Ой И делает Терновой Вот это да Браво Нина Васильевна Сапкина Её нам постоянно показывают Вот это собрался Ну молодец Собрался он Как он попал Сейчас большая Очень хорошая сумма Смотрите В самую воду Гасит ход 8.8.5 И борьба Сейчас у Никиты Шлейхер У них за бронзу Ничего себе Как жалко Вот это один провальный прыжок Трёхбальный Он бы за золото боролся Вот Раиса Дмитриевна Как раз Но она довольна 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 Концовкой Этим прыжком Именно Да Но Честно говоря Общим результатом Я бы не ожидал Такого провала В втором раунде Очень жаль Потому что Если бы не он Ну Всё бы было по-другому Ну ладно Было бы Ну было бы Да Там у него было 39 То есть Балов 35 Он там не дополучил А то и побольше Ладно Что об этом говорить Надо работать Афрей вот опять В винтах Всегда Солненные ноги Всегда Мы сейчас и поставим 7,5-8 И прыжок-то На самом деле Смотрите Какие согнутые ноги Ну Ужас Причем Он год в год Так прыгает Ну что нельзя Ну Андрей А что нельзя сделать 4 смов вперед С его данными Лёгкими Лёгким вращением Странно Ну 7,5 И 81 Это шанс Просто шанс Сейчас у Алексея Середы Выиграть Континентальное первенство Я честно говоря Боюсь это произносить Потому что Всё-таки Выдержать в 13 лет Такой напряг Да Смотрите Афрей набрал 474 балла Если бы Терновой там Конечно не потерял То и Афрей И Афрей И Афрей не соперник Да Ну а Вильямс Завершает Утром был Очень хорош 4 раунда Держался лидером Потом Подздал Ну и здесь тоже Была ошибка Ну а Вильямс 402,65 Небольшая сумма Баллов Сима Бартель На старте Он был рядом Но Тяжело им будет У него про жесткую цель 3,2 Ему нужно Девятку просто сделать Да А ему и надо Набирать 90 баллов Чтобы Опередить Терновол Даже больше 9,9 9,5 Получает Да Нереально Бартель Терновой Конечно здорово Сейчас попал Вот середа Может набрать Такой же прыжок У него последний Да Ну здесь Даже 7 С натяжкой Да Ну ждем Никит Шлейхера Сейчас у нас Такая развязка Действительно Ну по большому счету Терновол и Шлейхер Кто из них Будет на педестале Обидно конечно Что отпустили Афре Можно было с ним бороться Ну афре Вот он конечно Опытный Да И чемпион Европы Позапрошлого года И поэтому Прекрасно понимал Что первые 4 раунда Это вот его основа Надо набирать там очки Ну Как-то странно Он застопорился Да Вот уже третий год На одном В принципе уровне Хотя как раз Это было то время Когда нужно Было нарабатывать программу К Олимпиаде Да Действительно логики нет Ну вот Никита Шлейхер Зато сложная программа Высокие коэффициенты 3,6 коэффициент 2,5 оборота назад С двумя с половиной винтами Не так хорошо кстати Да И там между ними Между Терновым и Шлейхером Было по-моему 3 балла Но это где-то семерка И вполне возможно Руслан Терновой Сейчас бронзу возьмет Посмотрим 7,7,5 У него было 3,62,25 У Тернового 3,58 Здесь Да Там 3,5 Примерно балла было Третий он И Ну что У Тернового Бронзовая медаль Вот так вот Не опуская руки Надо было Надо было Бороться до конца Просто молодец Просто молодец Московский спортсмен Несмотря на грубую помарку Ну а это Что Прыжок на золото Две десятых В пользу Тернового Ну а теперь молчим Да Борьба Была интересная Между нашими ребятами Дело Леша Все С перехода Да На девятку не сделал Но это Но все равно победа Алексей Середа И сегодня праздник Сегодня праздник Встают Встают Ну вставайте Вставайте Правильно делайте Надо предлагать парню Просто Умница Сегодня будет день Но он шел к этому И на мире И все Возвлековало публика Браво 20 лет Алексей Середа Чемпион Европы По прыжкам в воду Мужчин с вышки Да Не было Сильнейших Но Что об этом говорить Как говорится Всем по плечу Молодец Тамара Токмачева Главный тренер Сборной команды Украины Поздравляем Его личного тренера Татьяну Погребную Вот она справа Желтой майки Фантастика Фантастика Ну и Французский Ревно Президент танцует Молодец Ну и Сочередной медаль У сборной команды России Тоже с бронзой Заслуженной Такой вырванной Бронзой Тоже Руслан Терновой Руслан Терновой Да Отстраиваться Просто молодец И маму Поздравляю Прямо в эфире Мамочка Раиса Дмитриевна Молодец Поздравляем Поздравляем Да Дотерпели Додержали Доборолись Всю сборную России С очередной медалью Ну сегодня День Украины И Браво Алексей Середа Дай бог Только расти До когда появляются Такие спортсмены Ну по-моему Он даже превзошел Получается Тома Дейли Да Тома Дейли Чуть-чуть Чуть-чуть Четырнадцать Да А вот он Чемпионат мира Тома Дейли 15-15 лет Да Но чемпионат мира Выиграть Это совершенно Другое Это понятно Но у него Еще есть два года До 15 лет И чемпионат мира Что-то у нас Такие китайцы Андрей Это да Главное сейчас Чтобы никакой Ни короны Ни вообще И тут все И тут все Приходят Все его поздравляют Вся украинская команда Естественно Радуются Потому что Лидер команды 13-летний парень И вышедшийся Софья Лискуна Софья Лискуна Семь золотых же Нет А Да Сейчас Не у нас золото Я уже Почитал Три Почитал нам Да Или 6-24 6-24 6-24 6-24 Да Прекрасный результат 12 медалей Первое Общекомандное место В национальном зачете И украинцы Благодаря Алексею Середе Благодаря этой золотой медали Обходят команду Германии В общекомандном зачете И Поздравляем их с этим Два года назад Прекрасный был для Украины Чемпионат Европы И сейчас тоже отличный Спасибо большое Еще раз Руслану Терновому Разумеетную Гальперину Поздравляем с этой бронзовой медалью И благодаря Глебу Гальперину За такой прекрасный Чемпионат Европы На каналах Матч ТВ Спасибо большое Спасибо тебе Андрей Спасибо Матч ТВ Присоединяюсь к поздравлениям И главному тренеру Забора России Светлану Борисову Моисееву С победами Президента Российской Федерации Прыжкового вода Алексея Ивласенко Молодцы Да Всем спасибо Браво Смотрите и любите Прыжки в воду До скорых встреч Счастливо Всего наилучшего Медалья и джентльмены Полова техничного комитету ЛЭН Миссис Джорджия Африго Консоло Аккомпанед by Президент Украины А также президент Федерации Стрывки в воду Украины Игор Лысов Руслан Терновой Руслан Терновой Медалья и джентльмены 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 Пані та панова Луна державний гімн Украини Медалья и джентльмены Президент Техничного комитета ЛЭН Миссис Джорджия Консоло Аккомпанед by Президент Украинской федерации Мистер Игор Лысов А также президент Федерации Стрывки в воду Украины Игор Лысов И теперь Лэн Трои. Для большинства в всей компетенции Лэн Европейский Дэвен Чиконшипс идет по команде Россия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok